Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим презентацию Apple, которая прошла вчера и как на это среагировал рынок. Поговорим о той коррекции, которую мы выделили по индексу S&P 500, почему она произошла. Ну и собственно начнем обсуждать также корпоративные отчеты, читались уже часть банков и как это тоже влияет на рынок. Ну а прежде чем мы начнем, напомню, что если вам нравится это видео, то не забудьте поставить лайк, ну а ваши вопросы, которые появляются, оставляйте обязательно в комментариях. Итак, начнем с коррекции. Вчера мы видели фактически остановку в том ралли, которое началось по индексу S&P 500. Мы дарили до локальных максимумов за последние пару месяцев, ну пока исторический максимум, конечно, мы не обновили. Но в целом приостановка данного роста, она связана с тем, что ряд компаний приостановили специальные испытания вакцины от коронавируса. А поиск решения как раз является ключевым для фондовых рынков, потому что все боятся второго локдауна, все боятся повторного закрытия. И, конечно, рынок на это тоже реагирует. Поэтому в случае появления каких-то позитивных новостей в этой области, мы, вероятно, увидим более оптимистичный настрой рынков и продолжение движения. Также из важных новостей. Вчера прошла презентация компании Apple. Компания Apple презентовала несколько новых продуктов и также iPhone с технологией 5G. Ну, важно сказать то, что в ходе презентации было предоставлено как раз, ну, фактически два продукта. Это HomePod Mini, то есть такая колонка, которая позволяет управлять домом, да, позволяет управлять также музыкой. И вот как раз это одно из новых веяний, которое было представлено от компании Apple. И также были представлены iPhone 12, это iPhone 12 Mini, iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые, в свою очередь, получили также технологию 5G, которая, собственно, как компания видит. И то, что мы видели в предыдущие несколько отчетов, которые как раз были представлены, это информация о том, что данный сегмент, именно телефон, он призван тому, чтобы заменить у уже имеющихся пользователей те модели, которые были выпущены ранее. Ну, ни для кого не секрет, что, как правило, iPhone пользуются несколько лет и, как правило, когда выходит новая модель, которая меняет как раз непосредственно подход, меняет технологию, она может как раз привнести уже, ну, дать возможность людям поменять свой iPhone, который есть. От продажи iPhone у компании формируется основная доля выручки, поэтому компания ставит большой акцент как раз на представлении нового iPhone. С точки зрения котировок мы с вами видим то, что вторник, ну, точнее, понедельник был довольно-таки позитивным для акций компании Apple. Открылись мы с гэпом, но вот вчера фактически мы торговались в рамках предыдущей торговой сессии, то есть какой-то сильной реакции на рынке мы здесь не увидели, но это всегда может быть отложенный эффект и вполне вероятно, что движение дальше продолжится. Конечно, сейчас уже презентации не те, что были при Стиве Джобсе, ну, собственно, ничего революционного мы не увидели в ходе этой презентации. Да, новые технологии, да, улучшенные камеры, да, беспроводная зарядка, которая будет у iPhone, но, соответственно, пока ничего, там, особенно революционного, кроме технологии 5G, здесь мы не увидели. Ну, возможно, пока этого и не требуется. Тем не менее, динамика восходящая здесь продолжается, компания также заявляет о росте выручки в ближайшее время, да, после того, как новый iPhone поступит в продажу. Ну, соответственно, предпосылки для роста компании все также сохраняются. Еще одна, еще один важный вопрос из уже корпоративного сектора, это то, что у нас начался сезон отчета в октябре, и вчера уже читались ряд банков, и, собственно, здесь мы можем видеть, что отчеты идут довольно-таки позитивно, отчитался JP Morgan, отчитался Citigroup, и здесь мы видим прирост довольно-таки существенный, да, то есть в случае JP Morgan это более 30% лучше, чем ожидание, то есть EPS составил 2.92 против 2.23 прогнозных, и по Citigroup 1.55 против 0.92 доллара, как прогноз, то есть плюс 68%, конечно, это позитивно для банковского сектора. И, собственно, сегодня еще также будет отчет ряда банков, отчитывается Bank of America, и другие компании также будут подключаться к отчетам. Также из ключевых, ну, наверное, хотелось бы отметить и компанию Alcova, которая будет сегодня отчитываться, Wells Fargo, также банковский сектор, и, собственно, также все ждут, да, то есть как это произойдет, также Goldman Sachs будет отчитываться сегодня. До конца недели, ну, мы с вами тоже можем быстро посмотреть, потому что если у вас есть акции в портфеле этих компаний, то тоже важно обращать на это внимание. Отчитается Walgreens Boots Alliance, это аптечная сеть компаний, и также из Honeywell отчитается также в четверг, Morgan Stanley отчитается в четверг, ну, и на пятницу придется 18 отчетов. В данном случае стоит обратить внимание Bank of New York, да, то есть, опять же, банковский сектор, и, ну, остальные компании уже, соответственно, чуть менее интересны, но, опять же, зависит от того, насколько вы держите их в своем портфеле. Потому что сейчас сезон отчетов продолжает как раз набирать обороты, и важно следить за этими показателями, потому что данный квартал будет показательным с точки зрения того, как экономика справляется с посредствами коронавируса. Если отчеты будут позитивные, то, возможно, и рост фондового рынка продолжится, опять же, без пока согласованного пакета стимулирующих мер, и вот как раз на данном позитиве движения могут продолжаться. Ну, а теперь давайте посмотрим уже непосредственно на рынок и разберем основные инструменты, что у нас происходит на текущий момент. По евро-доллару мы видим коррекцию, да, коррекция началась несколько дней назад, собственно, начиная с понедельника мы видим нисходящую формацию. То есть, сегодня мы торгуемся уже вблизи локальных минимумов, которые мы видели вчера во вторник. То есть, в целом, если мы посмотрим на дневной таймфрейм, то фактически пока мы можем говорить, что у нас идет тенденция общая восходящая, которая началась с конца сентября, и пока мы видим вот как раз данную коррекцию. Вполне вероятно, что это та коррекция, которую откупят, и мы увидим продолжение роста фондового рынка, ну и, собственно, продолжение движения. Пока здесь никаких новых позиций здесь я не открывал, как идея, которую я буду рассматривать для себя. Это как раз возможность продолжения поиска покупок по евро-доллару, но после завершения данной коррекции, которая началась как раз два дня назад. А по британской валюте здесь мы видим более сильное нисходящее движение, собственно, с точки зрения часового таймфрейма. Если мы смотрим, то у нас здесь продолжается падение, которое мы видим вот уже две торговые сессии подряд. Мы ушли ниже минимальных значений, которые были собраны в понедельник, и тут неопределенность с точки зрения Brexit, а также привносит свои коррективы. Поэтому пока с точки зрения дневного таймфрейма поиск возможностей покупок в области 1.2870-1.2650 также рассматривают для себя как возможность входа на повышение по данному инструменту. Пара американский доллар-канадский доллар продолжает нисходящее движение. Сегодня мы также немного корректируемся, в целом рынки начинают пытаться уходить в коррекцию. Пока здесь с точки зрения часового таймфрейма я не вижу, по крайней мере для себя, начала коррекционного движения. Сегодня мы торгуемся пока вблизи максимальных значений, которые мы видели в понедельник и вторник, но пока мы не закрепились выше данных уровней, чтобы говорить как раз о начале коррекции. Если это произойдет, то в ближайшее время мы можем увидеть коррекцию, завершение которой также можно рассматривать как присоединение на продолжение нисходящего тренда, который пока по данной паре остается основным. По паре американский доллар-японская иена здесь я вижу также для себя продолжение движения в рамках данной нисходящей формации. Сделка, которая у меня была открыта на продажу, я ее все еще пока продолжаю держать. Но с точки зрения часового таймфрейма пока здесь также нет признаков начала коррекции. Если пара американский доллар-японская иена сможет закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера, это уровень 105.62, то в этом случае можно предполагать начало коррекции. Если цена уходит ниже, то есть мы увидим обновление локальных минимумов, это подтверждает как раз настрой на ослабление американского доллара по отношению к японской иене. И в данном случае я уже буду производить действия с моей позиции, то есть я перенесу ступлос уже за локальный максимум, который был сформирован вчера. Но для этого мне нужно дождаться обновления минимальных значений. По паре австралийский доллар-американский доллар здесь также у нас пока сохраняется движение восходящее. Опять же последние несколько дней у нас сохраняется коррекция, то есть американский доллар укрепляется. И вот как раз завершение данной коррекции также я для себя буду рассматривать, как возможность присоединиться к данному восходящему движению, но после завершения данной коррекции. Конечно, не по текущим ценам. Поэтому жду, если цена остановится вблизи минимальных значений, которые мы видели в первом половине октября, то как раз это будут довольно-таки неплохие уровни для того, чтобы еще раз зайти в покупки по данному инструменту. И примерно такая же картина у нас с новозеландцами. Если мы видим дневной таймфрейм, здесь мы уже обновили локальный максимум, то есть ушли выше максимальных значений, которые были сформированы в начале октября. Поэтому здесь есть предпосылки сейчас как раз на коррекцию, которая пока делает попытки как раз начала, то есть в начале торговой сессии вчера во вторник цена ушла ниже минимальных значений понедельника. Затем мы обратно вернулись к локальным максимуму. Здесь пока мы видим вот такой боковик. Если мы сможем закрепиться ниже уровня 66.27, это минимум вчерашней торговой сессии по паре новозеландский доллар, американский доллар, то мы можем видеть более затяжную коррекцию, завершение которой также я для себя буду рассматривать как возможности войти на продолжение роста. Пока динамика восходящая сохраняется по фондовому рынку. Здесь важно также отслеживать корреляцию. Золото корректируется. Также две торговых сессии подряд. Фактически понедельник, вторник закрылись на негативной ноте для золота. Сегодня с открытием мы немного подрастали. Но в целом пока с точки зрения числа таймфрейма динамика сохраняется нисходяще. Но если мы смотрим ниной таймфрейм, то как раз попытки начала нового восходящего движения здесь у нас формируются. Поэтому чуть ниже из области 1850, если как раз формируется паттерн на продолжение как раз восходящего движения, то золото я для себя рассмотрю как раз для покупок. Индексы продолжают расти. Как я уже сказал, то есть вчера по индексу DAX мы увидели нисходящую динамику. Мы торговались ниже минимальные значения, которые были собраны в понедельник. Поэтому пока с точки зрения числа таймфрейма мы видим как раз здесь коррекцию. Но пока я предполагаю, что это та коррекция, которую смогут откупить. Но если мы уходим ниже области, которые были собраны на последние несколько торговых сессий, если мы уходим в область 12450-12200, то с этих уровней также я буду для себя рассматривать как возможность купить данный актив. То есть буду рассматривать именно покупки. Ну и по S&P 500, то есть как мы вначале говорили, практически мы не обновили пока локальный максимум, который был как раз в начале сентября. Но в ту область мы и движемся. То есть, конечно, рост был довольно-таки активный, довольно-таки активное ралли, после которого может последовать коррекция. Вполне вероятно, что можем скорректироваться в область 3390-3380 и оттуда вновь продолжить уже непосредственно восходящее движение. То есть текущих уровней, конечно, покупать неразумно, продавать тоже довольно-таки опасно, потому что рост может продолжиться. А вот если сформируется коррекция, то при завершении данной коррекции я, опять же, рассмотрю для себя возможности покупок по данному инструменту. Ну и нефть марки Brent в данном случае пока мы видим негативную динамику на этой неделе. То есть, фактически в торгах мы торговались ниже минимальной значения понедельника. Хотя предыдущую неделю, с начала октября мы видели довольно-таки активный рост с области 38 до примерно 43 по середине на нефть марки Brent. Но сейчас у нас образовалась коррекция. Опять же, завершение данной коррекции имеет смысл рассматривать как возможность присоединения для продолжения роста. Но пока я для себя нефть не рассматриваю как инструмент, по которому торговать. Здесь я в целом отслежу общую динамику и общую картину, что там происходит. Как я уже сказал, сезон отчетов продолжается. Впереди выборы. Мы все ближе и ближе к 3 ноября. И мы узнаем, кто в течение двух недель, кто станет президентом США. Ну и, собственно, то, как это также повлияет на дальнейшие действия и на фондовый рынок. Опять же, важно понимать то, что с точки зрения прошедших выборов. То есть, после того, как это произойдет. Если не будут тянуться результатами до декабря. Если, опять же, победит Байден и не будет оспаривать результаты. Да, то есть, которые могут, ну, фактически быть объявлены только в декабре. То вполне вероятно, что предновогоднее ралли мы с вами сможем увидеть. Ну и, собственно, это даст определенный позитив уже для тех акций, которые вы добавляете в свой портрет. Ну и, в целом, для фондового рынка. Ну, а на сегодня это все. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Ваши вопросы, комментарии, которые у вас появились, обязательно оставляйте под этим видео. Ну, а мы с вами увидимся в пятницу. Посмотрим, как завершается текущая торговая неделя. Как и считались компании. Ну и, в целом, что произошло на рынке. Всем спасибо за внимание. Всем хорошего дня. До свидания. Продолжение следует...